Друзья, же всем гигантский приветик! Мы рады вас видеть на канале Домовёночек! Домовёночек! Сегодня мы поговорим про деревянный дом и наши впечатления. Вот мы приехали в деревянный дом, на дачу, и хотим поделиться с вами впечатлениями от того, вот каково жить в деревянном доме. Мы в прошлом году здесь прожили месяца, наверное, полтора, подряд. Месяц точно прям подряд. И сейчас вот приехали тоже уже живём какое-то время. Мы вот обычные жители города. Мы москвичи, живём в обычной квартире. И давай сравним жизнь в квартире и жизнь в доме. Мне кажется, можно даже не только сравнить жизнь квартиры и жизнь в доме, но я много жил несколько лет и в кирпичном доме. Да, мы ещё жили в Голландии в доме. В общем, давай поговорим просто про деревянные дома. Вот конкретно этот дом, он из такого, из традиционного кругляк называется. Да, круглое дерево. И, во-первых, деревянный дом – это тёплый дом. В отличие от кирпича, например, от камня. Почему дерево, чем он большой плюс, то что очень тепло. Ну, сейчас на улице холодно. Ну, сейчас на улице холодно, но в доме, в принципе, тепло. Хотя обогрев стоит на минимуме. То есть, если поставить хорошие пластиковые окна, то можно и проветривать всегда. Никто не мешает вам, например. Сейчас уже, я посмотрел, многие люди, они делают кондиционер, можно сделать в доме. С одной стороны, тепло как бы зимой – это хорошо, но летом излишняя теплота – это, конечно, жарко, плохо жарко. То есть, в деревянном доме летом жарко. Но, если у вас поставить нормальные окна, где можно проветривать, если сделать кондиционер, то очень хороший климат-контроль получается. Да. Это первое. Вот для меня, например, мы будем и плюсы, и минусы обсуждать, да? Да, мы всё просто обсуждаем. Вот для меня деревянный дом изначально, когда только впервые сюда попала, мне всё время казалось, что здесь как-то всё, ну, типа, недоделано, знаете? То есть, такое вот есть ощущение, как ты в лесу находишься, не знаю, очень странное, потому что ты привык, вот я привыкла жить в квартире, и там стены все такие гладкие, всё какое-то, знаете, штукатуркой там всё заделано, закрашено и так далее, всё такое аккуратненькое. Когда попадаешь в деревянный дом, особенно вот если люди хотят оставить такую фактуру дерева и не делать какую-то облицовку специальную, а просто оставить дерево само по себе. Если так больше всего нравится. Тебе, да? А мне вот первое время, мне было такое какое-то постоянное ощущение, что я нахожусь в каком-то шалаше, что ли, ну, не знаю, то есть, это было очень сложно визуально воспринимать, и воспринимать это как законченное решение. И мне всё время вот прям вот как-то я, мне хотелось какого-то ровной стены, я не знаю, а здесь вот, ну, дерево, вот оно идёт, здесь сучки видно, всякие трещины попадаются, вот это всё, оно как бы не идеальное, вот глазу как бы, да, не складывается. Ну, вот трещины, например, в деревянном доме, они могут быть связаны просто с тем, что лес там был недосушен или пересушен. То есть, это может там повезти с этим, может нет. Также будет ещё усадка дома проходить, то есть, всё равно деревянный дом, в отличие от другого дома, там, не знаю, как это бывает, каменные, кирпичные, там, из блоков, ещё из чего-нибудь, деревянный дом – это такой живой организм, и мне кажется, если вы делаете деревянный дом, надо по-настоящему это любить. Любить вот это живое что-то, которое будет двигаться. Мне кажется, даже не только любить, нужно, главное, уметь. И уметь, да, потому что это такой геморрой, мне кажется. Самому очень сложно это построить, то есть, можно самому построить, и, ну, по деньгам, я не знаю, это будет примерно столько же, наверное, сколько из блоков строить, например. Но проблема в том, что, конечно, очень много нюансов. То есть, строительство, вот знаешь, такое, это, наверное, минус. Построить деревянный дом – хорошо это сделать, чтобы он был всесезонным, и это сложно, потому что нужен специалист. Их специалистов много у нас на Руси, конечно. Всё это традиционная архитектура наша. Но, тем не менее, нужен специалист, и если некоторые дома, в принципе, можно и самому построить, так вот, первый даже дом, как, есть такая поговорка, первый дом построил – продай, второй дом построил – подари, там, близкому другу, ну, не подари, а продай там близкому другу, хорошему человеку. Вот, и третий дом – ставь себе. То есть, потому что первые два дома, которые ты… Ты закосятишь, скорее всего. Ты закосятишь, там будут какие-то проблемы с фундаментом, с тем всем. Вот, и с деревянным домом, мне кажется, это особенно актуально. Бо, гига сложнее всего. Так как он, да, усаживается, очень много всяких проблем, возможно, будут у вас. И полы будут, например, там, скрипеть, миллион всяких вещей могут быть. Да, вот, и что, например, скрипучие полы или так далее, мы сталкивались с тем, что вроде бы всё сделали, всё идеально, сначала полы не скрипели, когда только их положили, а потом прошло какое-то время, и дом стал усаживаться, как-то, в общем, теплота меняется, и всё такое, и начинаются вот эти вот перекосы. Тут не только, тут во всём вообще. Полы – это просто маленькая такая, не сильно мешающая вещь. То есть, действительно, сложность, сложность, то есть, даже не то, что… Технологическая и следить за этим. Но и вот этой кастомизации дальнейшей. Следующее, вот лично меня заботит, что в деревянном доме… Во-первых, я обожаю фактуру дерева, мне очень нравится вообще запах дерева. Хотя сейчас его уже меньше чувствуется. То есть, вот, когда он только стоит, там, первые два, там, три года, чувствуется хорошо, а постепенно этот запах, он уходит. Вот, но что меня, конечно, больше всего беспокоит, и что мне не очень нравится в деревянных домах, это всё-таки, ну, их очень, наверное, худшая пожаростойкость. Понятно то, что можно покрасить стены специальным составом, да, лаком огнеупорным, и можно грамотно, там, положить электрику, вот это всё дело. Но всё равно, всё-таки в деревянном доме жить, ну, немножко страшнее. Сыгодно. Сыгодно. Знаете, у меня такая мысль… У меня вот здесь вот недавно у нас была годовщина, было 11 лет наших отношений, и я нашла здесь свечку в доме. Я даже подумала, можно зажечь свечку, сделать при свечах, а потом я осмотрелась, поняла, что вокруг одно дерево, и подумала, да ну, как-то не очень хочется. Давай её зажжём всё-таки. Да, давай зажжём. Просто аккуратненько ещё. Я к тому, что у меня тоже есть такое ощущение, видимо, потому что я не привыкла быть в деревянных домах так вот постоянно. Ну, вот тут, например, в этом деревянном доме, тут нет никакой печки, а ведь ещё и печь обычно. А бывает и печь. Ну, так и должно быть, по идее. Я понимаю, но, видимо, за счёт того, что я в таких домах только вот на дачу, куда-то приеду. Да, ты дачник. И плюс я сама ещё этот дом, естественно, не строила, я про него ничего не знаю, особенно, как он устроен, как он функционирует. У меня есть какое-то к нему, знаешь, такое мифологическое отношение, что дом надо как-то быть аккуратненько тут, и свечку цикотно зажечь дома. Лучше думаешь, выйду на улицу, там, на участке сяду. То есть есть что-то такое? Аспект безопасности, безусловно. И даже вот у меня первая такая, ну, одна из первых вещей, я так посмотрел, меня сразу в голове так щёлкает, ну, потому что я очень осторожный человек, я подумал так, вот мы спим на втором этаже, если пожар, что я буду делать? Я помню, Николь мне сказал, так, Вера, если будет пожар, открываешь окно, выбиваешь сетку, свисаешь на руках и спрыгиваешь вниз. Да, то есть, ну, у меня просто первая реакция такая. Но, с другой стороны, понимаешь, что сотнями лет люди жили в подобных домах. Ну да. Вот, и, ну, как бы, это и технология, и если бы это было прям вот так опасно, никто бы не жил, а так эта архитектура, она как бы... Ну да, даже в Голландии, помнишь, мы видели деревянный дом? Ну, у кого-то есть. Это такой вот тип сложения домов, вообще деревянные дома, это всё-таки безопасно, довольно-таки, если делать по уму электрику всё, вот, с автоматами, с правильными. То есть, в принципе, аспект безопасности, он, конечно, есть, но и любой дом, и каменный, тоже вот вся эта отделка, она может у тебя погореть. Так что надо быть просто аккуратными. Да. А ещё что? Ещё это... Ну, у меня вот приходит в голову это окна. А что окна? Мне бы хот... Мне вот, знаешь, когда смотришь какие-то такие проекты, каменные дома, да, такие окна, например, панорамные какие-то окна, или такие от пола до потолка, но я имею в виду такие вот нестандартные решения. Обычно в деревянных домах, такое редко можно встретить, все деревянные дома вообще, которые я видела когда-либо, где-либо... Да, очень стандартно. Они сделаны по какому-то, по проектам, которые включают в себя, ну, такие обычные окна. Я не видела даже панорамных окон, таких вот выгнутых ни разу, потому что... Ну, это сложно сделать. Наверное, это невозможно. Это можно, но просто сложно. Ну, это отдельная тема для видео, мы, наверное, поговорим про окна, просто мы... Вот у нас есть какие-то такие аспекты, которые очень сильно эстетически нам нравятся, вот если бы мы сейчас себе что-то такое строили, то я бы хотел, чтобы были окна, например, от моего роста, ну, то есть, чтобы они были в пол уходили. Окна-окна в пол, это сейчас тренд такой очень серьезный, и мы тоже по нему фанатеем, честно говоря. Гигантские окна. Но это отдельно. Ты бы просто вспомнил то, что тебе нравится. Да, вот, а, что мне здесь особенно понравилось, вообще вот в деревянном доме, что мне нравится, это то, что... Я вообще обожаю дерево, у нас дома много дерева, у нас деревянные двери дома, вот это все. А здесь вроде бы... Даже в квартире, у нас в квартире тоже много дерева. А здесь вроде бы все такое деревянное, и мне очень нравятся лестницы, мне нравится, что мебель, вот особенно когда деревянная мебель, деревянные лестницы, все как-то вот... Ну, ты вот сказала вначале то, что тебе вот этот вот, мне кажется, как будто это отделка недоделанная. Да, мне кажется, это немножко недоделанным, потому что я привыкла, что стены ровные, прямые. Вот именно стены, я привыкла, что они какие-то прямые. Вообще, по идее, я же говорил с твоим батей, он планировал у тебя все это покрыть деревом. То есть, знаешь, подбивают, делают красивые узоры и все такое. В смысле дерево? Вот тут пробить все доской. Но потом он решил так оставить. Мне, кстати, так больше нравится. Более естественно получается. Ну, тут, конечно, на вкус цвет. Да. Многие, безусловно, многие, вот когда делают деревянные дома, они делают это покрывать. Во-первых, есть разные типы строительства деревянных домов. Не обязательно, что вот тут он древенчатый, да, такой. Бывают и с ровными, и с бруса, и с какого-нибудь. Вот, так что, ну, мне нравится. Все это очень на любитель. На самом деле, вот плюс деревянных домов, большой плюс деревянных домов в том, что очень высокая степень кастомизации, вы можете выбрать то, что хотите. Вот, каких только... То есть дерево, это такой материал, ну, который очень пластичный. И он бывает очень разных типов, эти блоки строительные, деревянные. Так что, вот, под любого эстета вы можете выбрать себе что-то свое. Ну, знаешь, еще такой любопытный факт, я замечаю, что деревянные дома, они такие, какими-то более уютными кажутся, даже внешне. Вот, если мимо идешь, стоит такой деревянный дом, сразу какой-то уют создается. А каменные дома, они такие более формальные какие-то, на гостинице даже иногда похожи. Ну, разные бывают, конечно, каменные дома. Ну, бывают разные проекты. Нет, ну, ты говоришь про каменные дома. Сейчас, каких только домов не бывает, ну, можно сравнить с каменными. То есть это очень зависит. Ну, действительно, наверное, есть такая характеристика, то, что деревянные дома, они, ну, более, наверное, естественны. Потому что на протяжении многих, там, сотен лет мы живем в таких домах. И в этом есть большой плюс. Ну что, друзья, мы продолжим обсуждать вопросы в следующих видео. Пишите комментарии, какие дома вам больше нравятся. Ждем. Пока.